Привет-привет! Как писал Франсуар Абле, аппетит приходит во время еды. Поэтому не откладываем в долгий ящик и скорее начинаем. В эфире самые свежие новости нашей республики Универньюз. С тобой снова я, Гульфия Мутагулина. Сегодня в выпуске. Пропало праздничное настроение? Психолог Казанского университета знает, как вернуть пропажу. Победа не за горами. Номинанты премии «Студент года-2016» поделились секретом успеха. Новый 2017 год принес подарок всем, в том числе и финалистам республиканской премии «Студент года-2016» от Казанского федерального университета. Наша съемочная группа пообщалась с номинантами и узнала, чего же они ждут от предстоящего мероприятия. Студенчество – самая замечательная пора в жизни каждого человека. Именно в студенческие годы жизнь молодых людей кипит. Практически каждый день происходят события, которые остаются в памяти на долгие годы. Конечно, учеба в УЗИ – это не только интереснейшие лекции профессоров и практические занятия, но и активная студенческая жизнь, в которой может проявить себя каждый. Так, совсем недавно в Казани прошли очные этапы республиканского конкурса «Студент года-2016». На конкурс поступило 565 заявок из 18 городов Татарстана. Всего конкурс состоит из 13 номинаций и самой главной номинации – Гран-при. Казанский федеральный в этом году представит 8 человек и 10 организаций, которые попытаются сделать все, чтобы стать победителем в своей номинации, ведь они упорно шли к этому. Мы на данный момент являемся одним из крупнейших студенческих научных обществ России и мы проявляем активное участие во всех проектах, которые вообще проводятся, в принципе, в своем. И «Студент года» – это одна из площадок, на которой мы можем себя реализовать и показать наши достижения, то, как мы работаем, как упорно мы работаем и какие же наши результаты в конце концов. Очень рады оказаться на одной сцене с молодыми людьми, которые являются активами Республики Татарстан, которые создают интересные новые форматы. В том числе мы рады представить наш проект, мы рады взаимодействовать с другими организациями, мы рады вовлекать большее количество студентов, популяризовать науку, а также продвигать образ молодого ученого. На протяжении ноября и декабря члены жюри премии «Студент года-2016» посмотрели портфолио и сформировали список студентов, прошедших в очный этап премии. В этом году самыми популярными номинациями стали «Интеллект года», «Общественник года», «Спортсмен года», «Творческая личность года» и «Гран-при». В 2011-м я еще не поступил в КФУ, но я уже знал про «Студент года» и про номинацию «Створческая личность года», я уже знал, и я уже примерно хотел, чтобы выиграть эту номинацию, честно говоря. В том году я тоже участвовал, дошел до финала, тогда выиграл Тимур Исмаев, всеми любимый КФУшник, громкий ребенок работает у вас. И в этом году снова участвую, снова прошел суперфинал, вот скоро меня ждет новый этап, надеюсь, я победю в этот раз. Финал 12-й по счету республиканской премии стоится 25 января, во Всероссийский день студенчества. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Студенты инженерно-технологического факультета Елабужского института КФУ разработали уникальный проект – студия авторских подарков, сувенир и ТФ. Площадка была разработана по технологии лендинг, которая позволяет получить всю необходимую информацию на одной странице. Группа специалистов Елабужского института КФУ разработала уникальный проект – студия авторских подарков, сувенир и ТФ. Он был создан с целью демонстрации профессиональных возможностей студентов инженерно-технологического факультета, осуществления их творческого поиска и мастерства, а также оказания помощи мастерам в реализации работ. Все изделия привлекают внимание красотой естественного рисунка, неповторимостью текстуры и долговечностью. Интернет-площадка с ярким интерфейсом, разработанная по технологии лендинг, позволяет получить всю необходимую информацию на одной странице. На сайте представлены учебные работы студентов по различным видам декоративно-прикладного искусства, таким как мозаика, холодный батик и также точечная роспись. Вот, например, студенческая работа в технике мозаика. Очень кропотливая и сложная работа, студенты с удовольствием занимаются, работают, даже во внеурочное время приходят, доделывают, и получаются вот такие интересные проекты. На интернет-портале есть сведения о студии и его кураторах, идейных вдохновителях, об ассортименте продукции, возможности индивидуального заказа, а также условиях доставки и оплаты. Благодаря созданию данной площадки любой посетитель сайта получит возможность познакомиться с творчеством современных мастеров, приобрести понравившиеся изделия ручной работы, оформить индивидуальный заказ на изготовление эксклюзивного изделия. Это и стилизация, поднародные промыслы и новейшие техники создания сувениров, а также торжественные портреты и добрые карикатуры. Часть средств от реализации изделий будет направлена на счет благотворительных фондов. Кураторы проекта уверены, что этот сайт будет интересен не только профессиональным художникам, но и всем любителям творчества и ручных изделий. Диана Шилова, Динара Алмагамбетова, Айдар Салихов, Универ Ньюс. Что ни минута, то свежие новости. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике Веб Ньюс. Татарстан в лидерах по организации при введении осеннего призыва 2016 года в России. Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник главного организационно-набилиционного управления Генштаба Верховного Суда Российской Федерации. Рустам Иниханов примет участие в Гайдарском форуме. Впервые в историю форума будет представлен рейтинг возможностей введения инновационного высококачественного бизнеса в российских регионах. Евросоюз может ввести ограничения на доступ к личной информации в WhatsApp, Skype и Viber. Европейские пользователи смогут усилить контроль за своими настройками в онлайн-приложениях. Вконтакте изобрела гражданский брак. Отныне в своем аккаунте популярной соцсети появилась возможность уточнить свое семейное положение. Новая графа называется «Гражданский брак». Как сообщается, это сделано для рекламы одноименного сериала. Но ряд пользователей указывает на бессмысленность новинки. Учителя Татарстана не готовы преподавать детям из других стран и, более того, не считают необходимым что-то менять в методиках преподавания для детей-мигрантов. К таким выводам пришли специалисты научной группы Института психологии и образования КФУ. Под руководством кандидата наук доцента кафедры дошкольного и начального образования Лизиды Харудиновой по итогам предварительного исследования. Ассоциация выпускников Казанского университета запустила новый сайт «Выпусники». На сайте «Выпусники КФУ» могут найти своих однокурсников, друзей и восстановить утерянные связи. Зарегистрированные пользователи могут вести друг с другом переписки и узнавать актуальную информацию обо всех пользователей сайта. В Национальном музее Республики Татарстан пройдет квест-игра в поисках Нового года. В гостей встречи сказочный персонаж юный Дед Мороз, которому старый Новый год забыл передать магическую звезду. Сегодня «Акбарс» играет в Ярославле с «Локомотивом». В нынешнем сезоне «Акбарс» и «Локомотив» уже встречались 12 сентября. В Казани «Барсы» уступили со счетом 0-2. Рубин вышел из отпуска уже 16 января, отправится на первый тренировочный сбор. Вспомните, наверняка хоть раз в жизни каждый шел на поводу у матушки природы и в непогожий день старался не вылезать из-под теплого дела. Читая любимые книжки и мечтая о лете. Так вот, сегодня разговор пойдет о вас. Да-да, именно о вас. О том, как справиться с приступом сезона депрессии, рассказывает психолог Казанского университета. Каждому хорошо известно, что зимнее настроение приходит далеко не всегда. И даже праздничная суета может показаться фальшивой. Просто потому, что не радует и не создает атмосферу чего-то светлого и сказочного. Причина этого явления весьма очевидна. Все просто. В странах, где климат отличается резкими климатическими скачками, в зимний период наступает обострение сезона депрессии, что, соответственно, сказывается на мировосприятии и отношении к себе. Как это ни парадоксально, есть такая установка, что мы работаем, трудимся, учимся, и нам нужно отдыхать. Но специалисты обычно говорят, что наиболее эффективный отдых – это не смена деятельности и бездеятельности, а смена видов деятельности. И поэтому, когда мы знаем, что будут праздники, будут выходные, желательно заранее планировать на это время тоже какой-то активный образ жизни. Это кажется невероятным, но первой причиной депрессии, особенно сезонной, очень часто является не то, что у вас все плохо, а всего лишь перестройка природы и смена биологических природных циклов. Синдром хронической усталости также может подливать масло в огонь. Синдром хронической усталости – первый признак – это когда не удается как следует отдохнуть, и не удается как следует расслабиться. Как это ни парадоксально, вроде бы мы все мечтаем зачастую отдохнуть и расслабиться, но, к сожалению, мы зачастую не уже разучились это делать. Боимся как-то какие-то вопросы отпустить, боимся какие-то задачи отложить на время. А еще главной причиной вашей зимней депрессии может быть и вы сам. Сейсмо-чувствительные люди особенно часто подвержены приступам депрессии. Стоит солнцу спрятаться за тучи, так сразу весь день обречен быть серым и безрадостным. И теперь, когда в нашей части земного шара преобладают серый, белый и черные цвета, самое время вспомнить о лекарствах от зимней депрессии. Первым и самым важным правилом предупреждения лечения депрессии, по мнению большинства психологов, является здоровый и полноценный сон. Сон, да, сон может быть лекарством или, так бы сказать, ресурсом, если это можно более психологично сказать, но не для всех. То есть для кого-то действительно сон – это очень важный ресурс, и стоит не пренебрегать им, высыпаться. Но для кого-то ресурсом может быть что-то другое. То есть я бы здесь говорил о том, что важно человеку найти свои какие-то ресурсные состояния, ресурсные ситуации, которые бы давали ему прибавку энергии. Также, чтобы восстановить работоспособность в зимний период, необходимо добавить ярких красок в свой гардероб, постараться побольше общаться с позитивными людьми и максимально витаминизировать свое питание. Заряд положительных эмоций очень важный в такой непростой погодный период. Способов для восполнения ресурсов энергии существует немало. И чем больше источников счастья вам удастся найти, тем веселее и легче вы перезимуете. Аделя Шемилова, Ленар Тавлетьяров, Универ Ньюз. На сегодня у меня все. И помни, не важно, сколько у тебя большой дом, важно, сколько в нем счастья. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok